Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания. Сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя. 54. Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Не успела выйти из машины. На улице Московской в ДТП пострадала 17-летняя девушка. Напал на 80-летнюю пенсионерку. Что толкнуло на совершение преступления? Деньги больше. Сколько в сумке было денег? 1200. На что потратили? Молодой. В районе Комсомольской площади полицейские задержали грабителя в шортах. Уезжал и убегал от полиции. Я думал, он не бегал. Он домой просто вошел. Это замечательно. Дальше в машину и подъезжали. Конечно. Добой же надо тоже идти. Водитель «семерки» устроил погоню и забег на мелькомбинатовском проезде. На улице Московской столкнулись три автомобиля. Пострадала 17-летняя девушка, пассажирка Лады Калина. В момент удара она выходила из салона автомобиля. Все подробности в нашей рубрике «Обзор аварии» слову моему коллеге Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла напротив дома 98 по улице Московской у автобусной остановки. Кадры ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца. Видно, как десятка при перестроении задевает грузовую машину. Потом Ладу отбрасывает на Калину. Водитель последний в этот момент высаживал 17-летнюю пассажирку. После удара девушка получила травмы. Судя по видео, у нее повреждена нога. Впрочем, пострадавшую не госпитализировали. В среду днем в Котельниче 32-летний водитель «Семерки» сбил пенсионерку. Как стало известно, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая от полученных травм скончалась. На улице Ломоносова, напротив дома 8, водитель КамАЗа наехал на женщину-пешехода, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая получила тяжелые травмы, ее госпитализировали. На улице Карла Маркса водитель «Семерки» перестраивался, но не заметил попутный автобус «ЛиАЗ». После столкновения травмы получила 49-летняя женщина-пассажир общественного транспорта. После оказания медицинской помощи ее отпустили. В Юрианском районе на 446-м километре трассы «Вятка» водитель «Черри» неправильно выбрал скорость и заехал на почти двухметровый сугроб. Никто не пострадал. В деревне «Великое поле» Белохолуницкого района 46-летний водитель трактора «МТЗ» припарковал машину и ушел. Позднее спецтехника скатилась в настоящий «Митсубиси АСХ». На иномарке остались повреждения. Сергей Пичугин. Место происшествия. В районе Комсомольской площади полицейские задержали грабителя. Молодой человек напал на 80-летнюю женщину и отобрал у нее сумку. Все подробности этого преступления в нашей традиционной рубрике «Сводка». Как убегал подозреваемый, зафиксировали камеры видеонаблюдения. В прохладную погоду мужчину в шортах оперативники не могли не заметить. В течение суток грабитель и его собутыльник были задержаны. Что толкнуло на совершение преступления? Деньги кончились. Сколько в сумке было денег? Тысяча двести. На что потратили? На алкоголь. Как рассказал молодой человек, они с товарищем три дня отмечали день рождения. На пенсионерку злоумышленник напал сзади, вырвал сумку и побежал во дворы. Деньги пропили, документы женщины выбросили в мусоропровод. Известно, что после нападения 80-летней потерпевшей понадобилась помощь медиков. Сейчас возбуждено уголовное дело. Всем, кто пострадал от действий данных молодых людей, необходимо обратиться в полицию по телефону. 47 67 27. Полиция устанавливает личности подозреваемых в краже из машины «Фольксваген Каравелл». 26 марта около двух часов ночи на улице Солнечной двое молодых людей разбили стекло автомобиля и похитили магнитолу «Пионер» в корпусе черного цвета. Предварительно один из злоумышленников палкой наклонил видеокамеру на ближайшем здании, чтобы момент кражи и внешность преступников не попали в кадр. Однако оба подозреваемых были зафиксированы другой видеокамерой. Сейчас возбуждено уголовное дело. Ущерб потерпевший оценил в 7 тысяч рублей. Проводятся следственные действия. Всем, кто опознал людей на видео, необходимо позвонить в полицию по телефону. Сотрудники ГИБДД разыскивают девушку водителя белой иномарки, которая 18 марта в 18.50 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Труда сбила 30-летнюю женщину с ребенком и скрылась с места ДТП. Иномарка поворачивала с улицы Труда налево. После удара ребенок не пострадал, женщина получила ушибы. Сейчас блондинку за рулем белой иномарки разыскивают. Ей грозит лишение прав или арест. Полицейские настоятельно рекомендуют виновнице аварии самой обратиться в ГИБДД. Если вы стали очевидцем этой аварии, звоните по телефону 588-935 или 588-3-8. Михаил Вагин. Место происшествия. В эфире проект Место происшествий. Мы продолжаем. Не разъехались на пустом перекрестке водители двух автомобилей. ВАЗа 5-й модели и Ниссана. Авария произошла на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Милицейской. Кто виноват, разобрались сразу. Водитель классики. Однако участники и очевидцы ДТП решали, кто же водитель Жигулей. Ведь, по словам очевидцев, из-за руля авто вышла девушка, а происшествие оформили на молодого человека. Попытался решить этот ребус Сергей Пичугин. После мощного удара водитель Ниссана Константин подсчитывал, сколько ему придется заплатить за ремонт авто. Повреждены бампер, капот, крыло, фара, радиатор, госномер. И на этом список не заканчивается. По словам Константина, он ехал по проспекту от Комсомольской в сторону ЦУМа. На перекрестке с улицы Милицейской справа показалась пятерка. Если бы машины ехали немного быстрее, травм было бы не избежать. Со второсеменной дороги стал Жигулей выезжать. Хотел от столкновения уйти, притормозить. Дорога, сами знаете, скользкая. Хотел слева обойти его, потому что он уже стал выезжать и не останавливался. Я думал, хоть остановится. Константин пояснил, сразу после ДТП ему было не до водителя Жигулей. Молодой человек хотел избежать возможного пожара. Впрочем, пассажиры Константина заметили, что после удара с водительской стороны классики вышли две девушки. Состояние эффекта вышел, капот сразу, все, аккумулятор отсоединил. Вот, и из-за руля как-то две девушки какие-то вышли еще. Я не знаю, он в тапочках заднего сидения. Парни у меня, свидетели, сказали. А, то есть не он водитель? Ну, может, да, может. Молодой человек, который назвался водителем пятерки, отказался от общения с прессой. Сказал, что говорить будет исключительно с сотрудниками ДПС. Вот так, в двух словах. В ГИБДД на водителя классики составили протокол, так как он, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Ниссан. За это он должен будет заплатить штраф в тысячу рублей. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Следственный комитет закончил расследование в отношении Олега Гукалова, который сжег своего друга. Напомню, преступление произошло в сентябре прошлого года. Пьяный обвиняемый заподозрил, что его лучший друг Дмитрий Кротов, наркоман, и решил его проучить. Для воспитательного процесса молодой человек взял канистру с бензином и зажигалку. События той ночи исследователям на камеру рассказали очевидцы Дмитрий и Екатерина. Вместе с обвиняемым Олегом Гукаловым они приехали на работу к потерпевшему Кротову. Бензин, по словам очевидцев, Олег сразу купил после разговора с Дмитрием по телефону. Обвиняемому показалось, что его 26-летний друг находился в наркоопьянении. Он пришел в ярость, заехал на АЗС, потом приехал на второй кирпичный переулок. Далее я видел, как он облил его бензином, и после... Кого облил? Кротов облил бензином, и после я видел возгорание. По данным следствия, Олег вылил полтора литра бензина на Дмитрия и поджег его. Какие части тела горели у Калруна? Я видел только руки. Что? Ну, рука кофта. Что в этот момент происходило с Кротовым? Кротов полностью был охвачен огнем. В итоге оба были доставлены в травмбольницу. У одного были зафиксированы ожоги 20% тела, у второго 80%. Спустя несколько дней Кротов скончался. Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийства, совершенное с особой жестокостью. Органами предварительного следствия проделана существенная работа, направленная на сбор доказательственной базы. Следствие по данному делу завершено. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения с последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Впрочем, обвиняемый Олег Гукалов свою вину не признал. По его версии, это был несчастный случай. Потерпевший Дмитрий Кротов был в наркоопьянении. Он сам взял канистру с бензином и стал пить бензин. В это время в руках потерпевшего была сигарета. Сейчас Олег Гукалов находится под арестом. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Михаил Вагин. Место происшествия. Это еще не все. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите сразу после нее. Кузовной центр Агат. Территория высоких технологий и профессионального подхода. По доступным ценам. Все виды работ. От косметических до сложных кузовных. Для любых марок автомобилей от бюджетных до премиум класса. Качество и стандарты обслуживания. Официального дилера по оптимальным ценам. Кузовной центр Агат. Держинского 110. Телефон 208-00. В эфире проект Место происшествия. И мы продолжаем. Нескучный выходной выдался у пьяного водителя «семерки». Его пассажиров сначала не натанцевались. И изрядно выпили в ночном клубе на улице Производственные. Затем приятели поехали домой. Но увидели активистов ночного патруля и решили поспать. Однако позже убедившись, что за ними никто не следит, ночные хулиганы начали движение. Впрочем, уже через минуту они устроили погоню и пытались уйти от инспекторов ДПС. Кадры и преследования изучил наш корреспондент Сергей Пичугин. Перекресток улиц Солнечной и Воровского. Сотрудники ДПС слушают информацию от активистов ночного патруля и ждут водителя «семерки», который едет в их сторону. Вот машина появляется в кадре, и инспектор устремляется за ней. Водителю сразу подают сигнал об остановке. Водитель остановился не сразу. Он выбрал место для забега, снизил скорость и отпустился на утек. Правда, спринтером он оказался, мягко говоря, небыстрым. Его задержал автоинспектор. На молодого лихача надели наручники, его посадили в патрульное авто, и уже там он представился Русланом Найдановым. От водителя сильно пахло спиртным, и он сразу понял, что теперь его ждет серьезное наказание и минута славы. Как дела? Видите, из машины лучше. Почему мне выходить из машины? Ну, сиди, хочешь, хочу. Друзья водителя, видимо, своих не бросают, остались с приятелем до конца. Впрочем, сначала они пытались всех запутать своей легендой. Водитель у вас пьяный, да? Да, водителя мы не знаем вообще. А как здесь оказались? Случайно. Не нашли, да? Да. А что произошло, вот я вижу, патрульная машина тут? Я не знаю, нас остановили, мы вообще не понимаем, что происходит. А вы на какой машине ехали сами? Мы, вот машина стоит, мы поехали на ней домой, поехали. На Семерке? Да. Водитель у вас пьяный был? Нет, резвый должен быть. Не в курсе пассажир «Семерки» и о спринтерском броске водителя. У молодого человека на это свой взгляд. Я думал, он не бегал, он домой просто вошел. Это замечательно. Бежит в машину и приезжали, да? Конечно. Добой же надо тоже идти. Друзья водителя уже ничем помочь не могли. Найданов прошел экспертизу с положительным результатом. У него составили протоколы за пьяное вождение и за то, что он вовремя не остановился. Позднее состоялся суд, и Руслана лишили права управления на 18 месяцев. Также за нетрезвые гонки ему выписали штраф 30 тысяч рублей. Сергей Пичугин, место происшествия. На трассе «Вятка» автомобиль с камерой столкнулся с «КамАЗом». Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Поддержка рубрики «Видеорегистратор». Юрист Антон Долгих. На трассе «Киров-Котельнич» «КамАЗ» выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. По словам автора видео, водитель не пострадал. Виновник происшествия, шофер «КамАЗа», пояснил, что попутный «МАЗ» резко затормозил, и он, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу. Известно, что автомобиль с камеры, это иномарка «Кия Соренто», восстановлению не подлежит. На перекрестке улиц Свободы и Герцена в Кирове столкнулись три автомобиля. Водитель 12-й не пропустил «Ниссан» с камерой, после чего иномарку отбросила на встречный «Порш Каен». На этом же перекрестке столкнулись «Ниссан» и «Тойота». По словам автора видео, в «Ниссане» ехала пьяная компания с пьяным водителем. Сначала они хотели договориться с водителем «Тойоты», а когда не получилось, скрылись с места происшествия. Сейчас водитель «Ниссана» находится в розыске. На трассе Кировсоветска водитель «БМВ», объезжая ямы, не заметил пилота на «Вазовской восьмерке». О, пошел, отлично. И поехал. Я бы остановился после такого. Удара не произошло, «восьмерка» зацепила снежную обочину и поехала дальше. В Кирове на улице Московской водитель «Шкоды» едва не спровоцировал ДТП. На проспекте строителей бородатый пешеход пошел на красный сигнал светофора. На улице Комсомольской водитель 14-й обогнал «Ниву» на пешеходном переходе и едва не врезался во встречный автомобиль. На улице Ивана Попова на перекрестке женщина-пешеход поймала автобус. Водитель заметил потенциальную пассажирку и впустил в салон. И пришли на окраину села, где было просто-напросто подозрительно тихо. Да мы опять не туда пришли. Историю о добром поступке зафиксировал регистратор. Впрочем, все начиналось не так радужно. Женщина-водитель с ребенком в салоне пробила колесо на улице Некрасова. В итоге действительно колесо было пробито, женщина доехала до Дома культуры, ребенок убежал на занятия, а к автомобилю с камерой подошел мужчина. Здравствуйте. Мужчина стал очевидцем этой аварии. В итоге он помог женщине поменять колесо. Благодарная водительница предложила ему деньги, но он отказался. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик. mpkirovsobaka-inbox.ru или звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском. Продолжение следует.